Общая территория Национального центра охраны и материнства детства составляет 8 гектаров. Еще в 2007 году должностные лица Ленинской районной администрации города Бишкек постановлением номером 614 передали частным лицам отдельной территории этого участка для строительства жилых домов. Таким образом, чиновники, злоупотребляя должностным положением, грубо нарушили закон о неотложных мерах по обеспечению условий дальнейшего использования объектов социальной инфраструктуры. Как рассказывает юрист Национального центра охраны материнства и детства, в 2021 и в 2022 годах представители медучреждения обращались в мэрию и генпрокуратуру. Административным судом города Бишкек в прошлом году и в 2012 году вынесли решение пользу Национального центра охраны и материнства о возврате земельного участка в пользу инфраструктуры. Данные частные лица обжаловали городском суде. Бишкекский городский суд оставил силе данное решение, вышуказанное. Частные лица тоже обжаловали в операционном порядке в Верховном суде. Но в Верховном суде в декабре месяце 2012 года оставил силе решение административного суда и определение Бишкекского городского суда о возврате данного земельного участка и признание недействительного данного постановления 2007 года. Мы, в связи с чем, государственная катация Бишкекского филиала, будем проводить данные регистрации о возврате недостающих гектаров земельного участка на СССР и материнство детства. Точка в этой истории была поставлена 7 декабря прошлого года. Тогда постановлением судебной коллегии по административным делам Верховного суда постановление номер 614 2007 года было признано недействительным. Прокуратурой Ленинского района города Бишкек в рамках расследования уголовного дела были возвращены земельные участки стоимостью 58 миллионов 150 тысяч сомов. В настоящее время следствие продолжается. В рамках расследования дела будут даны юридические оценки всем виновным лицам, которые незаконно предоставили земельный участок. И в ходе следствия данные земельные участки были возвращены государству. В настоящее время ведется следствие. Работа по возвращению приватизированных социальных объектов ведется на уровне государства. К примеру, в феврале стало известно, что приватизированные 169 детских садов не станут функционировать как детские сады в течение последующих трех месяцев. Они будут переданы под управлением Минобразования. Сейчас проведена инвентаризация. После этого определено 359 зданий, которые еще не работают по своему направлению. Их занимают разные государственные и муниципальные органы, образовательные организации. Даже есть, которые проданы личной собственности. Как сообщили в ведомстве, 243 приватизированных объекта уже вернули государству, 217 из которых на сегодня функционируют как и дошкольные образовательные учреждения.